С 1 апреля в России началась выдача водительских удостоверений нового образца. Главное новшество – увеличивается число категорий и подкатегорий на оборотной части прав. Поменять облик водительских удостоверений потребовалось в связи с тем, что с 5 ноября 2013 года вступили в силу поправки в Федеральный закон о безопасности дорожного движения. Этими поправками, в частности, в закон были введены новая категория и подкатегории для водителей. В водительских удостоверений на сегодняшний день выдаются 45-й образец, пластиковый, вот такого вот формата. Раньше были в них категории, писали задняя, на оборотной стороне. То есть здесь категории А, Б, Ц, Д и потом Б, Е, Ц, Е, Д, Е. Сейчас, в силу того, как вступил административный регламент о выдаче водительских удостоверений и замене водительских удостоверений с 5 ноября 2013 года, с 1 апреля, то есть со вчерашнего дня, мы внесли водительские удостоверения в графу, где на оборотной стороне категории дополнительные подкатегории. В рамках уже существующих категорий были введены подкатегории. Теперь в российских водительских удостоверениях появятся такие обозначения, как А1, Б1, Ц1, Д1, Ц1, Е и Д1, Е. Категория А1 дает право управления мотоциклами малой мощности с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров и максимальной мощностью не более 11 киловатт. Б1 потребуется для вождения трициклов и квадроциклов. С подкатегории Ц1 можно будет управлять автомобилями, разрешенная максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не превышает 7,5 тонн. А с подкатегории Д1 – автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров, имеющими от 9 до 16 посадочных мест, помимо сидения водителя. Гражданам, которые имеют свое водительское удостоверение, им переживать абсолютно не за что. То есть они также действуют до окончания их срока действия, они могут пользоваться свободно этим водительским удостоверением. И там у них никаких ограничений нету в этом, если там не прописаны какие-то ограничения у них самих водительских удостоверений в особых отметках. Введение подкатегории в соответствии с новыми требованиями Конвенция о дорожном движении облегчит процесс обучения и получения водительских удостоверений, поскольку желающим управлять, например, небольшими грузовиками и автобусами, не обязательно будет проходить курс обучения для управления соответственно большегрузными автомобилями и автобусами вместимостью более 16 посадочных мест. Второй раз меняем по сроку. Права удобные, маленькие, хорошие, лучше, чем было. Как подчеркнули в ГИБДД, обязательного обмена водительских удостоверений не предусматривается. Менять водительское удостоверение необходимо будет только тогда, когда истечет срок его действия. При этом все открытые в водительских удостоверениях категории сохраняются. Если у водителя есть, например, категория С, то категория С1 ему не потребуется. Он и так может управлять и теми, и другими автомобилями. Вместе с тем напоминаем, что по-прежнему на портале государственных услуг можно подавать заявление на получение или замену водительского удостоверения, заполнив все необходимые документы в электронном виде. Для этого нужно войти в личный кабинет, использовав пароль. Номер своего снился. Тем самым вы сэкономите свое время, а также ускорите процесс ожидания. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.